Вчерашнее оперативное совещание В правительстве Республики Башкортостан Началось с огромным опозданием Потому что Ради Хабиров Провожал мобилизованных Стерлитамака В зону специальной военной операции Я хочу сказать, что Уже несколько месяцев Тысячи наших парней из Башкортостана Воюют там И вам очень нужна Им очень нужна ваша поддержка И они вас очень ждут Мы сегодня на вас смотрим С надеждой С надеждой, что вы достойно Выполните ваш воинский долг И самое главное смотрим надеждой Что вы вернетесь все Живыми и здоровыми А мы вас здесь будем встречать Начал оперативку Хабиров Мрачно, с минуты молчания В память о тех, кто погиб Накануне В Ижевской школе По одним данным 15 А по другим 17 человек Стали жертвами Стрельбы Психопат ворвался в школу И открыл огонь Еще 23 человека Находятся в больницах Причем Большинство Из этого числа Это дети Страшная история Приключилась в Ижевске В очередной раз Мы понимаем, что Государство российское Не в состоянии Защитить даже Школьников Внутри школ От психопатов и убийц В общем, вот такая вот Кичальная история С которой начал Хабиров Оперативное совещание Почтили память Убиенных минуты молчания Далее Хабиров по-быстрому Вручил грамоту Бойцу Отряда Барс-4 Мужчина в камуфляжной форме Вышел и ушел Унес с собой грамоту Непонятно вообще Как-то выглядело Это достаточно Не солидно Скажем так Если уж человек Там За героизм И подвиги На поле боя То уж Грамота Это совсем как-то мелко Ну да ладно Комментируя В очередной раз Комментируя Действия Владимира Путина Хабиров заявил О том, что Мобилизация В стране Это взвешенное И необходимое решение Далее он Перешел уже К актуализации Этой истории По Башкирии Процитирую Хабирова Сказал он следующее Задачу мобилизации Мы выполним В этом сомнений нет Но нам Идут обращения От тех Кто не должен быть Забран В армию Именно такое слово Использовал Хабиров Вообще Оговорок В этом оперативном Совещании Было масса Мы о них Обязательно поговорим В данном случае Он выбрал Именно слово Забран Далее Хабиров Остановился на том Что есть Спорные моменты И поставил Задачу главам Разбираться Списочно И пофамильно Со всеми Призывниками Мобилизуемыми Значит Работать именно Со списками И как он выразился Отодвинуть В сторону Все остальные Задачи И включить голову Ну да Действительно Очень ценная Рекомендация Главам Районов И муниципалитетов Действительно Время от времени Нужно включать голову Потому что Это такой Вполне себе Полезный орган Который Время от времени Он должен работать Не только для потребления Алкоголя И продуктов питания В общем Даже Хабиров Признает Что мобилизационная Компания Идет Ни шатка Ни валка И Есть проблемы Именно С тем Кого призывают И кого мобилизуют На эти Значит Мероприятия Уже Масса Упоминаний О том Что людей Призывают С хроническими Заболеваниями Об этом Тоже говорил Хабиров Уже есть Масса Случаев Когда призывают Людей Странного возраста О котором Не шла речь В указе Владимира Путина В общем Очень все Разнообразненько Все это Естественно Следствие Того уровня Интеллекта И подготовки Которая у нас Бытует И в военкоматах И в администрациях Городов И муниципалитетов Все это Отсюда Как говорится Хабиров Обратился К руководителям Государственных СМИ И потребовал Усилить Борьбу с фейками Ради Фаридович Уверен Что 99 И 9 Процентов Того что пишут Как он выразился Не уточняя где Это ложь И это Целенаправленная Атака На внутриполитическую Ситуацию В стране Конец цитаты Ну Прямо скажем Весьма Экзотическое Заявление Очень категорическое На мой взгляд Истерическое Очередной раз Подтверждающее То что Медийные Способности И возможности Которыми обладает Хабиров И его Внутриполитический блок Не срабатывают Башкирские СМИ Не отрабатывают Ту повестку И ту задачу Которую им ставят Не потому Не потому что Не хотят А потому что Простите Не умеют Хабиров Продолжил Делиться своими Впечатлениями От проводов Мобилизованных Заявил Что впечатления Эти сложные Но Прощанием Прочковская Прочковская Вовсе Далее В оперативном Совещании Назвала Мобилизацию Демобилизацией В общем Вот этих Оговорок Много Любой Маломальский Профессиональный Психолог Скажет Что Именно Подобные Оговорки И На самом деле Несут тот Контекст Который Содержится В сознании Человека Который Это Произносит Действительно Видимо Хабиров Ощущал Атмосферу Прощания На этих Мероприятиях Да и Собственно Были они Не столь уж Мажорными Не столь уж Бравыми Как он Пытался Все это Дело Живописать Вот Достаточно Посмотреть Это видео На котором Военком Или кто-то Там Из организаторов Этого Прощания В мегафон Просит Не рвать Душу Мобилизованным И перестать Стучаться И Плакать О окон Этих Автобусов Которые Увозят Возможно Навсегда Некоторых Из этих Мобилизованных В дальнюю Даль Далее Перешли К практическим Вопросам Мобилизации И Хабиров Распорядился Отправить Во все Пять Точек Боевого Слаживания Мобилизованных Из Башкирии Фельдшеров Медикаменты И Собственного Представителя Назначить Отдельного Помощника На общественных Началах И во всех Этих Пяти Военных Частях А военное И боевое Слаживание Происходит Именно уже На территории Воинских Частей Туда Отправить Фельдшера Медикаменты И своего Представителя Ну Сразу же Напрашивается Вопрос Радифоридович Предполагает Что в расположении Воинских Частей Недостаточно Медикаментов И фельдшеров Кроме Всего Прочего Вот эти Общественные Помощники Хабирова В местах Боевого Слаживания Будут Обеспечивать Башкирских Мобилизованных Питанием И связью С Родственниками То есть Опять же Следуя логике Хабирова Получается Что В российской Армии Недостаточно Питания И нет Никакой Связи Для Военнослужащих У меня Как-то Вот Сразу Возникает Вопрос И Даже Может быть Какой-то Вопрос К правоохранительным Органам Не наговорил Ли Радифоридович Уже На Дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации То есть По сути Заявив Что там Нет медиков Нет еды И нет Связи По-моему Это чистой воды Дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации Которые Как известно Оснащены Всем необходимым И самым Лучшим В мире Оружием Самыми Сверхзвуковыми Ракетами Самыми Новыми Танками Армата Все это Есть И уж Связь Медикаменты О матерях Детях Детях Сестрах И братьях Тех Кого Мобилизовали На специальную Военную операцию Радифоридович Не сказал нам Какова численность Мобилизованных Партийцев Партии Единая Россия Насколько Массово Они добровольно Идут В сторону Военкоматов Хотелось бы Знать Кстати говоря Вот это Главная Политическая Сила Которая Во многом И была Инициатором Всей этой Ситуации Которая Сейчас Царит В нашей Стране Насколько Партия Единая Россия Личная И поименно И списочно Участвует В этом То что Происходит Сколько Партийцев Уже Ушло Добровольцами Сколько Из них Готовятся Собирают Свои Котомки Они Просто Окружают Заботой Тех Кто Сейчас Отправляется На передовую Первым докладом Оперативного Совещания Был доклад Военного Комиссара Республики Башкортостан Полковника Блажевич Михаила Александровича Я не знаю Склоняется Ли его Фамилия Пока Пусть будет Так Доклад Естественно Был о ситуации С частичной Мобилизации В республике Башкортостан Михаил Александрович Сообщил Нам О том Что Продолжается Работа По постановке Мобилизационных Ресурсов Войска Вот Именно Так Теперь Называются Официально Человеческие Жизни То есть Это Мобилизационные Ресурсы Ну Давно Известно Что Люди Это Вторая Нефть И Соответственно Называть Людей Ресурсами Ну Как бы Уже Вполне Сибилогично Полковник Блажевич Отметил Что 30% Мобилизованных Явились в военкоматы Добровольно И до получения Повесток Ну Так это Или не так Мы проверить Никоим образом Не можем Поверим Михаилу Александровичу На слово Все У Полковника Блажевича Великолепно Организовано Транспорт Питание Охрана Мобилизованных В общем Все у него Как говорится Работает Как часы Но Как Оговорился Тот же Самый Полковник Блажевич Вопросы Конечно Же Есть Не все Военнообязанные Извещают Военкоматы В положенный Срок Об Изменении Обстоятельств Своей жизни О болезнях О Сложившейся Многодетности Инвалидности И прочих Обстоятельствах Которые Как бы Противоречат Призыву Или мобилизации Соответственно Происходят Вот те Накладки Которые Происходят И Военком Считает Что людей Нужно Как он Выразился Изучать И вникать В конкретные Обстоятельства Действительно Было бы Полезно Вникать В конкретные Обстоятельства Потому что Одноглазые Одноногие И люди Без каких-либо Существенных Органов Действительно Наверное Не принесут Особой пользы Действующей армии А будут только Тяжелой обузой И будучи Мобилизованными На самом деле Не смогут Полноценно воевать А будут только Тяжелым грузом Висеть на шее Тех самых Фельдшеров И поваров Которых Будет отправлять Ради Хабиров В войска Выслушав Военного Комиссара Республики Хабиров Привел Трогательный Пример Участия граждан В всей этой ситуации Он Зачитал СМС Бизнесмена Антонова Того самого Из Даска Групп Который Прислал ему Сообщение С вопросом О том С кем же Ему контактировать По поводу помощи Бойцам Бойцам Шеймуратовцам Ну в общем Хабиров Утер скупую Мужскую слезу И заявил Что живем Мы в героическое Время И всем Большое спасибо Почему-то Особенно БСК Наш канал Перешагнул Черту 32 тысячи Подписчиков И разменял 33 тысячи Подписчиков А нам Как известно Все мало Мы призываем Вас подписываться На наш Ютуб канал Просим Ставить лайки Под видео Если Оно Вам нравится Это бесплатно И абсолютно Безопасно Ну а тем Кому есть чем Поделиться Могут в комментариях Нам что-то Рассказывать Либо Поделиться Своим Счастьем И благосостоянием Помочь каналу Перечислить нам Любую сумму За которую Мы будем Вам Безумно Благодарны Расчетный счет Единственный Способ Нам помогать Мы публикуем В каждом Видео И в описании Под каждым Видео Второй доклад Был вовсе Не доклад Это было Воспоминание Хабирова О том Как он провел Минувшую неделю Говорил он В основном О всяких мероприятиях И промышленных Достижениях Заговорил В первую очередь О том Что к нему Приезжал Премьер-министр Беларуси Головченко О том Что они Заложили Первый камень Фундамент Завода Амкадор Который Будет Открыт Через год Много-много Хабиров говорил О сотрудничестве С Беларусью Как это важно Полезно Что там нужно Развивать И продвигать Похоже Он не в курсе Того Что радужные планы Сотрудничества С последним Союзником России Именно сейчас Эти планы Находятся В зоне риска Лукашенко Президент Беларуси Похоже Начал понимать Всю токсичность Вот этих вот Обнимашек С Владимиром Путиным И начал активно Отползать в сторону Категорически Отказываясь Объявлять Мобилизацию В Беларуси И как бы Вообще Вот Отнекиваясь И отбалтываясь Несмотря на то Что Владимир Путин Активным образом Продвигает Эту идею В сознание Картофельного фюрера В том смысле Что Мобилизация В Беларуси Не только Помогла бы Человеческими ресурсами Специальной военной Операции России Но и Показала бы Жителям России Что Ну дескать Не у одних У нас такое горе Приключилось Но Лукашенко Активно Отказывается Это делать И судя по всему Отношения между Россией и Беларусью В ближайшее время Похолодают Соответственно И Наши перспективы Здесь Республики Башкортостан Активно развивать Башкирско-белорусский Бизнес Тоже под большим вопросом Отчитался Хабиров И о реальных Успехах Которые действительно Все-таки Происходят Время от времени На прошлой неделе Совместно с Вице-премьером Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко Хабиров Открыл Уникальное Производство Пластиковых Гранул Для литья Пластиковых Бутылок Из вторичного Сырья Предприятия Сибур Полиэф Открыли Этот новый Уникальный Завод Будут Перерабатывать Гигантское Количество Уже Использованных Пластиковых Бутылок Энергообеспечение Предприятия Обеспечивается Солнечной Электростанцией Которой Тоже Построена И дает 4,9 Мегаватт Электроэнергии В общем Действительно Уникальное Очень нужное Предприятие Вот тут Я полностью Как бы Разделяю Восторги Хабирова В том смысле Что Очень давно Пора было Строить Подобное Предприятие В Башкирии Не перерабатывалось Пэт-Тара А ее Становится Все больше Она не разлагается И загрязняет Стерель-Тамаки Открыли Второй По счету После Уфы Центр Ядерной Медицины Что тоже Наверное Должно Порадовать Местное Население Которое Суровым Образом Страдает От экологического Ущерба Предприятий Загазовывающих Атмосферу В Стерель-Тамакском Узле Более чем Достаточно И Онкология Там процветает Соответственно Центр Ядерной Медицины И диагностики Им очень Кстати Открылись И новые О чем также Рассказал Ради Фаритович Не знаю Какая уж там Польза нам От Исламского Университета Но как говорится Пускай будет А вот Авиакомпания Азимут В числе Достижений Ради Фаритовича На прошлой неделе Запланировала Рейсы Из Уфы В Самарканд Минск И Тель-Авив Ну Дай бог Что бы случилось Правда Непонятно Много чего мы там Планируем В плане рейсов Но не все получается Вот например Нур-Султан Полетел в самолет Или нет Так и неизвестно После того как Наши отношения С Казахстаном Стремительно Ухудшились Возможно Что Нур-Султан Теперь уже Не актуален Вообще Посвятив Основное время Оперативного совещания Обсуждению Мобилизации Ну и собственных Успехов Немножко Хабиров Отменил Штатные доклады О всякой ерунде Незначительных темах О дорогах ЖКХ Медицине Ковиде Ну и прочей Ерунде Которая теперь В общем-то С поездки снята Говорили о важном О мобилизации Ну и не могли Поговорить о главном Не смейтесь Только пожалуйста О крупномерах Вот этих вот Крупномерных саженцев Которых нужно высадить 14 тысяч В Башкирии Вот Это Мобилизация и крупномеры Две главные задачи У Хабирова Подробнейшим образом Опять обсудили Сколько было посажено Сколько не посажено Опять было дано Задание главам Значит помимо Сверки списков Мобилизованных Еще заниматься дальше Этими крупномерами Ну вот Ну никак не отпускает Меня ощущение Что Радий Фаридович Лично каким-то образом Причастен к этим Саженцам Потому что Ну действительно Перестав говорить О медицине Образовании Дорогах Там ЖКХ И говоря вот о важном Хабиров говорит О крупномерных Саженцах Которые нужно высаживать Чтобы хоть как-то Немножко Развеять Мрачную атмосферу И картину мира Нарисованную На этом Оперативном совещании Пригласили С докладом Директора Чешминского Маслозавода Якупова Айдара Вагизовича Вот не знаю Зачем там был Айдар Вагизович Но он рассказал Нам о деятельности Своего замечательного Частного Предприятия Входящего В группу Компаний Сигма В частности Айдар Вагизович Поведал нам о том Что 38 миллиардов рублей Составила годовая выручка У него В прошлом году Из которых 4 миллиарда Он выплатил В качестве налогов Оказывается И к моему Кстати говоря Удивлению Продукция Чешминского Маслозавода Вывозимая За рубеж Составляет 70 процентов Башкирского Экспорта Вот так вот Есть и проблемы У господина Якупова На его частном Предприятии Проблема у него С логистикой Проблема у него С хранением сырья Есть нежелание РЖД Отремонтировать 200 метров Подъездных путей К предприятию Да еще и Иранские партнеры Кинули Айдара Вагизовича На бабки В частности Трудности есть Например С отправкой Готовой продукции Морем Через Черноморские порты Прямо скажем Трудности Вполне себе Объяснимые Есть проблемы С иными Логистическими Цепочками Есть подозрения У господина Якупова На недобросовестность Партнеров В Прибалтике И Скандинавии В общем Сложности Так и окружают Господина Якупова Да и восточные Партнеры Как я уже сказал Норовят на бабки Швырнуть Славный Чешминский Маслозавод Утешая Господина Якупова Хабиров Пригласил его Вместе с ним С Хабировым Съездить в Иран И прямо на месте Видимо Разобраться С этими Иранскими Кидалами Кидалами Которые Не оплатили Чешминское Масло Но надо бы Ради Фаридовичу И Айдару Вагизовичу Поторопиться В Иран Потому что Как известно Уже десятый день Бушуют там Беспорядки Того и гляди Сменится власть В Иранской Республике И могут прахом Пойти все Договоренности С некими Авторитетами И Аятолами С которыми Ради Фаридович Там заключает Контракты Почему-то Вот все время Так выходит У Хабирова Так вышло уже С Молдавией Так вышло С Казахстаном Того и гляди Так же может выйти С Ираном Не с теми людьми И не в то время Видимо как-то Контактирует И договаривается Дорогой Ради Фаридович Только договорится А там власть меняется Ну завершили Оперативку И вовсе На мажорной ноте Хабиров Просто с места Окликнул Министра Сельского хозяйства Фазрахманова О том Как же там у нас Дела на полях Ну Фазрахманов Так же с места И бодренько заявил Что 5 миллионов тонн Ради Фаридович Кровь из носу Зерна соберем Вот только Хранить его негде Да и Людей не хватает Рабочих рук Ну само собой Понятно Мобилизацию Начали с деревень А так все будет Прекрасно И все будет Замечательно Непонятно конечно Учитывая Вот эти вот Исходы Людей Из сельской местности В военкоматы Кому Значит Предстоит Хранить Перерабатывать Все это зерно И что будет На будущий год С тем же урожаем Ну в общем Пока у Фазрахманова И Хабирова По поводу урожая В республике Башкортостан Все замечательно Прекрасно И 5 миллионов тонн Редактор субтитров А.Семкин